Вартанян Вартанян Вы сказали что если не пройдет борьба Артема то ему предложить Эдик Эдикaret предложит темп, прессинг и много много выброшенных тяжелых ударов которые нанесут ущерб, которые вымотают последующие, уже не подготовленные попытки прохода будут блокированы и в какой-то момент кислорода станет все меньше и это может быть таково это был один из сценариев Но в моей голове этот сценарий был там, вместе на третьем, четвертом где-то. То есть я, скажем так, придерживался такой линии. Я не думал, что Артем сделает север-юг. Скажем так, первый сценарий для меня был как бой Артема Резникова и Дэви Рамос. Когда Артем кружит, переводит и контролирует. Вот, это первый сценарий был. Второй сценарий, когда Артем повалит, обходит гард и душит. Третий сценарий был, когда... Вот как раз вот это был третий сценарий, когда Эдик блокирует борьбу или встает, когда его переводят и дальше финиширует. Ну и четвертый сценарий у меня, наверное, был такой, что Эдик и сам в борьбе будет. Ну и естественно, после того, как загонит соперника. То есть все эти сценарии были, и где-то они переплетаются, и где-то они повторяются, какие-то детали. Все это было, но не очевидный сценарий. И, конечно же, Эдик посрамил всех скептиков, всех тех, кто в нем сомневался. Поистине крутое выступление. Я считаю, это лучшее выступление в карьере Эдика Вартаняна. И опять же, возвращаясь к тому, что мы считали, что пик, я считал, что пик Эдика прошел. А сегодня он провел, на мой взгляд, лучшее выступление в карьере. Получается, что пик не прошел, или это второй пик в его карьере. После вот той яркой вспышки с 2015 по 2018 годы, когда в его активе были скальпы таких бойцов, как Александр Матмуратов, Магомед Расул Хазбулаев, Александр Шабли, Андрей Кошкин, Устер Магомед Гаджидаудов. Понимаешь, это оппозиция просто нереальная. А потом бои с Митчеллом Сильвой, с Батистой, с Илунгой, с Коколом. Ну, невзрачные. И казалось, что лучшие дни Вартаняна позади. И потом яркая вспышка в бою с Юсуфом Раисовым. Но сомнения были в том, что это все-таки один раунд всего был. Первый проигран, второй выигран. Пусть и в более доминирующей манере. Ну, а что было бы дальше? Скорее всего, многие предполагали, что Эдик не отпустил бы. Нанес бы больше ущерба и так далее. Кто-то думал, что все-таки непонятно, что было бы. И Юсуф смог бы восстановиться, если бы бой не остановили. Поэтому и были вопросы. И понимаешь, когда Эдику, которому есть определенные вопросы, в нашем понимании, противостоит человек, который выиграл пять боев в Лиге Эйсии, который прошел тех же Кошкина и Раисова, которых проходил Эдик, но и при этом и Дэви Рамоса. И ты понимал, что и человек, который в легком весе не проигрывал никому, все его поражения не там. Там в 17-16 годах остались и в среднем весе и так далее, полусреднем. Ну, тяжело было ставить против Артема. Все-таки вот казалось, что, наверное, Артем. Но на то они и бои. Мы понятия не имеем, что произойдет там внутри. Мы какие-то расклады даем. Ну, нам же надо о чем-то говорить. Но в конце концов, нам надо бой продвигать. Надо. Когда есть интрига, это круто. Когда ее нет, казалось бы, нам нужно создавать эту интригу, чтобы было интересно. Не то, чтобы мы искусственно пытались создать. Даже для себя нам нужно ее создать. У себя в голове. Потому что прежде чем ты сядешь смотреть бой, ты у себя в голове выстраиваешь ожидания. И ты себе задаешь вопрос. А почему я это смотрю? Первый вопрос. Потому что мне интересно, когда дерутся два парня, у которых одинаковые шансы на победу. Но неинтересно, когда дерется тот, кто явно пройдет второго парня. Тогда тебе смотреть особо не хочется. Соответственно, если тебе не хочется, твоим болельщикам, твоим зрителям и подавно не захочется. Поэтому это такая комплексная работа, которая начинается в голове у нас, как у организаторов. И которая продолжается и выливается в то, какую работу мы делаем и в продвижении турнира и так далее. И под каким углом мы ее преподносим. Да, мы ошибаемся. И довольно часто. Да, где-то как представители лиги, наверное, нам не стоит высказывать, а кто выиграет. Но как аналитики на YouTube-канале или где-то, когда нам задают вопрос, мы не можем уйти от ответа. И в любом случае, мы же не дураки. Каждый знает, что у нас есть какие-то определенные мысли по любому поводу. Но вот не может быть абсолютной симметрии в этой природе. То же самое, не может быть так, что ты кому-то не отдаешь предпочтения. Опять же, в своей голове. Поэтому мы эти мысли высказываем. Где-то мы с триумфом, скажем так, угадываем. И многие пишут, а какой Асламбек крутой эксперт. Как он круто все предусмотрел. Как это было в бою Махача в Волкановске. Когда все считали, что Аслам с легкостью пройдет. А я так и не считал. Я соглашался с тем, что Аслам выиграет. Но это был тяжелый бой. Я даже прям примерно предсказал сценарии. Ну а здесь обратная сторона. Сегодня хейтеры ликуют. В личке будет, я считаю, жарко. Но я отвечу. Ответ дам. Оказывается, сейчас спорят по поводу сутейства. Я вот с удивлением обнаружил, что могли остановить бой, насколько я понимаю, раньше. Да. Могли. Я считаю, что рефери сработал максимально профессионально. В том плане, что он понимал, насколько высока цена ошибки в этом бою. Если рано вмешаться и остановить бой, это оставит определенную недосказанность. И тогда болельщики из Казахстана активизировались бы. Они сказали бы, это нечестно. Вы взяли и рано остановили бой. Засудили Артема, потому что лига, если не любит Артема. А кто-то скажет, наоборот, задача рефери сохранить здоровье бойцу. Сегодня он забрал очень много здоровья. У Артема не остановил его. Но для того, чтобы не было вопросов, для того, чтобы была поставлена жирная точка в этом противостоянии, в этом поединке, я считаю, рефери дал возможность Артему вернуться. Дал возможность ему изменить ход боя, переломить его. Но дальше не получилось. И уже когда были попадания в корпус, и Артем уже скрутился, так, там уже все очевидно было. Артем выложил фото, как я понимаю, это из машины, либо там скорая помощь, либо из раздевалки, там особо не видно. Как я понимаю, ну, сечка есть, проблему с носом, плюс канал Вестник Амаза сообщил, что он сломал руку в первом раунде. Есть ли у тебя новости по здоровью? Нет, к сожалению. У нас была пресс-конференция сразу после турнира. Потом уже около часа или более мы общаемся с вами, с представителями СМИ. Поэтому пока такой возможности нет. Но сразу после интервью я свяжусь, скорее всего, с Сашей Сарнавским. Я думаю, это будет более логично. Я наберу ему сейчас. Посмотрим. Знаете, это обратная сторона боев, это обратная сторона успеха. Сегодня ты на коне, завтра ты вот в таком состоянии, когда нужен только своим близким, родным и так далее. Это правда жизни, это реалии, которые нужно принять. И по-человечески, конечно, жаль Артема. Жаль из-за того, что он оказался в такой ситуации. И не потому, что он Артем Резникова, а потому, что он человек, который проиграл досрочно, принял много ущерба. А рядом с ним был отец, который все это видел. Команда и болельщики, которые приехали в надежде на его успех. Это все печально. Но это такая драма с негативным оттенком. И это тоже часть спорта. Пять раз до этого Артем счастливо ушел в раздевалку и на пресс-конференцию. Сегодня даже не удалось прийти на пресс-конференцию. Такое тоже бывает. Ну, могу лишь сказать, что желаю Артему справиться с этим максимально. качественно сделать выводы правильные. Артем не перестает быть очень ценным бойцом, боевой единицей крупного калибра. Нужно делать выводы и возвращаться сильнее, как бы это банально не звучало. Как раз у меня есть такая гипотеза про бойцов, которые либо никогда не проигрывали и терпят поражение, либо шли на длинной серии побед и потерпели поражение. Как они справятся с этим? Да, как справятся, потому что как будто бы соперник, он прописывает сценарий. Вот так можно побеждать этого бойца. Вот как думаешь, что будет с карьерой Резникова дальше? Каким он вернется? Зависит от того, с кем он будет дальше драться. Я считаю, что если кинуть в топку его, это будет тяжело. С другой стороны, каждый бой это отдельная история, это разные стили. И давать ему ноунейма тоже будет неправильно. С тем же Али Баговым, я считаю, нехороший бой получился бы. Как раз, наверное, тот бой, где они мало ущерба друг другу нанесут. При этом будут максимально конкурентными благодаря своим стилям. Я думаю, это хороший бой. В конце года. Мартанян сказал, что получил визу, что, ну как и вот стата, дальше либо деньги, либо UFC. А как думаешь, придется ли в принципе перебивать какое-то предложение от UFC, учитывая, что они не часто же дают новичкам огромный контракт, там что-то типа 10 плюс 10, 15 плюс 15, вот как-то так. Можно было бы сказать, что это UFC придется перебивать наше предложение, но понятно, что UFC это нужно меньше, чем самому Эдику. И поэтому ему придется смириться с реалиями и идти на понижение серьезное в зарплате, если он соберется туда. Но я считаю, что Эдику, оно и понятно, почему я так считаю, что Эдику нужно остаться здесь. Он может зарабатывать хорошие деньги. Он уже, я считаю, устроил свою жизнь неплохо, может еще лучше. И плюс противостояния, которые, скажем так, еще есть для него, которые логичны. Он не побил всех лучших легковесов в лиге ACA. И он не был чемпионом в лиге ACA. Был лишь временным чемпионом и победителем гран-при. А вот можно постараться взять полноценный пояс и взять реванши у тех, кто побеждал его. У Абдул-Азиза Абдул-Ахабова и у Али-Багова. И это крутые противостояния. И плюс UFC, ну не знаю, во-первых, UFC еще должно быть заинтересовано в подписании Эдика. Александра Сарнавского не подписали. Александра Шабли не подписали. Эдуарда Вартаняна тоже не подписали, когда он был в свободном плавании. Юсфа Раисова не подписали. Поэтому, а есть ли уверенно, что я их подпишу сейчас? Поэтому, я не знаю даже. В любом случае, будем общаться. Он победил, он вошел в историю, став первым чемпионом розыгрыша гран-при в новообразованной лиге ACA с 2018 года. Это первое гран-при в том плане, что слияние лиг произошло ACB и WC в 2018 году. И вот до этих пор это первое гран-при, первый финал, первый победитель, первый обладатель пояса. И Эдик вошел в историю. Пусть наслаждается этим успехом, пусть тратит деньги, которые он заработал. И пусть это будет приятная процедура для него, пусть восстановят здоровье. Он же немного терминатор, у него пластинки там стоят и так далее. Плюс немного отдохнет, пусть он. А дальше будем общаться. Если говорить без относительно гран-при и так далее, без каких-то организационных моментов, какой бой ты бы сделал Артаньяну? Вот один бой. Следующий. реванш с Абдул-Азизом. Вернее, трилогию завершил бы. И знаешь, первый бой выиграл Абдул-Азиз нокаутом без вопросов. Второй бой выиграл Абдул-Азиз также, но с вопросами определенными. И много кто посчитал, что в том бою руку должны были поднять Эдуарду. и много кто посчитает, что в противостоянии по факту 2-0, но скажем так, в уме все 1-1 держат, наверное. Поэтому в теории, да, поэтому имеет смысл этот бой. Ну, скажем так, или реванш с Раисовым. Почему нет? Да, там, во втором раунде Эдик доминировал, но в первом раунде уступил на карточках судейских. Это и статистика подтверждает. Что было бы дальше, одному Всевышнему известно. Каждый может сам выбрать для себя, какой сценарий он видел дальше. Но в любом случае осталась определенная недосказанность. Но скажу так, опять же, мы находимся под впечатлением, всегда так бывает, когда только бой прошел, ты вот видишь только это, а другой не берешь в расчет. Но с таким Эдиком будет очень сложно любому легковесу ГАИСЕЙ. Как я понимаю, Раисов не будет участвовать в следующем гран-при. Есть ли смысл вызывать туда Резникова и Вартаняна, учитывая, что вот есть треугольник и можно устраивать им крутые бои за пределами гран-при, а потом уже победитель гран-при против Вартаняна подерется? Ну, треугольник это не четверка и не восьмерка. Треугольник нуждается в том, чтобы постоянно драться, пока один с другим подерется, пока другой будет ждать и так далее. Это не самая перспективная история. Я считаю, что кто-то пойдет в гран-при, а кто-то за пределами останется. И тогда мы сможем и там, и там делать интересные поединки. Без ущерба, скажем так, для себя в данной ситуации. То есть все желанные поединки мы проведем просто какие-то в рамках гран-при, а какие-то за пределами. Следний вопрос. Было довольно много зрителей, круто, болели. У тебя есть данные, сколько билетов продано? Около пяти тысяч продано билетов. Эту сумму окончательно мы будем выводить еще. Но поверьте, скажем так, нашего отдела продаж билетов около пяти тысяч. И это хорошая цифра. И до боя мы до турнира об этом говорили, что пять тысяч это то, что нас удовлетворит. Не то, чтобы это то, что заставит нас там говорить, о, это было так круто. Да, это было круто. И не только само количество зрителей, но и качество их боления. И той атмосферы, которая была сегодня в большом. Но пять тысяч это очень хорошая цифра, опять же. и радует то, что после каких-то, знаете, неудачных турниров в плане привлечения внимания, в плане заполненности трибун, арены и так далее, сегодня ситуацию выправили значительно. Была атмосфера, были люди, трибуны были практически забиты, те, которые мы, скажем так, взяли в расчет. Это радует. И я считаю, что этот финальный бой получился громким, ярким, достойным и прошел на достойном соответствующем турнире. И в целом то, что было в клетке и то, что было за пределами клетки, это было равнозначно. А это залог успеха любого турнира. И то, что было, я считаю, на интернет-просторах и по телевидению, то, что внимание, какое привлекает бой, нам еще предстоит изучить данные, но я уверен, что там будут хорошие цифры. Продолжение следует...